Здравствуйте! В эфире программа «Страна Росатом». Расскажем о последних событиях атомной отрасли. Новые технологии Росатома покоряют моря. Впервые на открытой воде прошли испытания лазера производства наших ученых. И в России подобных технических разработок еще не проводилось. Давайте посмотрим, как это было. Отлично! Все! Готовимся к подъему. Вот так всего за 10 секунд лазерные резки ученые Троицкого института подвели итоги трехлетней работы. Этот проект начали реализовывать еще в 2019 году, в том числе по программе «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности». Новый продукт, реальный продукт нашего института, который имеет серьезный коммерческий потенциал. Лазерные технологии за последние лет 10 шагнули очень далеко вперед. Соответственно, открылись новые сферы применения, в том числе на коммерческих рынках. Развитие именно подводной лазерной резки сегодня одна из интереснейших задач, стоящих перед нами, которую нужно двигать и где Росатом может и, собственно, уже занимает лидирующие позиции. Сначала комплекс проходил ряд имитационных испытаний в специальном бассейне. Но в открытом море все по-другому. В итоге российский лазер успешно справился с резкой металла на глубине 100 метров. Под водой, да, резать без разницы что. Единственное, что пока что наша технология позволяет резать 100 миллиметров под водой. Вот, стали не больше. Вот. Это и, опять же, глубина 100 метров. Но для бассейнов выдержки там глубина намного меньше. Вот. И толщина, соответственно, тоже намного меньше. То есть наша технология вполне применима для вывода из эксплуатации. Речь идет о бассейнах выдержки, где находится Твейлэм с отработавшим ядерным топливом атомных станций и их разрезки под водой. А вообще, сфера применения комплекса широкая. Например, лазер уже задействовали в демонтаже металлических каркасов бункеров. Метод не требует использования строительной спецтехники и позволяет экономить и время, и затраты, при этом повышая безопасность демонтажа. Дистанционную резку также использовали спасатели во время учений. Лазером на расстоянии вырезали отверстие, по легенде, в горящем резервуаре, в который никак не подобраться. Через него пены и был потушен условный очаг возгорания. Эти технологии позволяют Росатому быть первыми в мире, кто такие технологии активно внедряет. Не просто на стадии разработок, а уже переходит из разработок к практическому применению. Как в атомной отрасли при выводе из эксплуатации лазеры можно применять, так и при разделке затонувших кораблей, подводных лодок и другого оборудования. Уникальность в том, что остальные методы не такие хорошие, как наши. Разные институты этим занимаются, но готового решения, как предлагает Тринити, такого нет. Процесс дистанционной резки полностью автоматизирован. Специалисты лишь контролируют работу. Еще из плюсов – лазерный комплекс производства Росатома мобилен. Его можно доставить в самые труднодоступные места – хоть на самолете, хоть на грузовом автомобиле. Отраслевой интегратор в области накопления энергии компания «Ренера» начала размещать свои аккумуляторы на прогулочно-экскурсионных электрокарах. Давайте посмотрим, как уже сегодня батареи Росатома применяются в жизни. Электрокар давно себя зарекомендовал как идеальный транспорт для зеленых зон отдыха. Конкретно этот – российского крымского производства. Под капотом у него литий-ионные аккумуляторные батареи производства Росатома. 30-40% от стоимости электромобиля – это стоимость батареи. Батарея создает базовый потребительский параметр для свойства. Для электромобиля это запас схода. Благодаря нашей батарее такой электрокар может проезжать до 100 км без подзарядки. Зарядка осуществляется от обычной розетки в 220 вольт. Нужно на это всего 6-10 часов. В этом автомобиле можно быть уверенным. Заряда хватает на дня три. Электрокары бесшумные, экологически чистые. На самом деле вы садитесь в машину и такое ощущение, что вы просто сливаетесь с природой. Сейчас на опытном промышленном участке сборки батареи собираются и тестируются. Тут же при необходимости совершенствуются. В конце этого года мы планируем организовать на территории завода МЗП уже полноценный сборочный участок мощностью примерно 150 мегаватт-час, на котором уже будет развернуто серийное производство всей номенкулатуры продукции, которая будет разработана и поставлена в серию нашим предприятиям. В 2025 году в Калининградской области будет открыта гидрофабрика. Разработка и производство в России систем накопления энергии – одно из стратегически важных направлений, которое обеспечит фундаментальную базу для стабильного развития отрасли электротранспорта и электросетевого комплекса. Росатом принял участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2022» в подмосковной Кубинке. Посмотреть на передовые образцы вооружения, военные и специальные техники приехали делегации из более 70 стран. Росатом же на своем стенде презентовал продукцию опытно-конструкторского бюро «Марс», высокопрочные материалы из углеволокна, системы безопасности и другое. И впервые был продемонстрирован передвижной аддитивный комплекс 3D-принтера в контейнерном исполнении. Его можно перевозить, как обычный контейнер, морским путем, железнодорожным или автомобильным транспортом. 3D-принтер такого типа будут доставлять на площадку к заказчику, чтобы работать там, где необходима срочная печать изделий. «Теперь у нас есть взаимодействие порядка с четырьмя организациями, с самим Министерством обороны, в принципе, для того, чтобы эту концепцию довести до ума. Но мы четко понимаем, чтобы это вывести в поле, надо еще это обязательно поставить в производство, чтобы люди умели на них работать, понимали, что такое аддитивные технологии, и тогда с этим проблем не будет». О других событиях Росатома расскажем в нашем кратком видеообзоре. На втором энергоблоке, строящейся в Бангладеш, АЭС Рупур, началось бетонирование купола внутренней защитной оболочки здания реактора. ВЗО – это один из ключевых элементов системы безопасности атомной электростанции. Она не только защищает реакторное отделение, но и дает опору для проходок трубопроводов и полярного крана, с помощью которого обслуживается атомный реактор. А на первом энергоблоке, строящейся в Турции, АЭС АКОЭМ, стартовал монтаж оборудования турбины машинного зала. Начали со сборки конденсатора, который состоит из более 10-ти укрупненных узлов. Общая длина этой детали составит 25 метров, а вес – 1000 тонн. «Впервые в истории мореплавания надводный корабль достиг Северного полюса». 45 лет назад атомный ледокол «Арктика» за 8 дней пришел к вершине планеты. Тогда за экспедицией следил весь мир. На борту судна было 207 человек, которые провели на вершине Земли 15 часов. За это время ученые успели выполнить комплекс важнейших исследований и наблюдений, которые в том числе сегодня позволяют обеспечивать проводки в акватории Севмар-Пути и возить туристов на Северный полюс. К другим темам. 20 августа атомной промышленности России исполнилось 77 лет. Сегодня образ «Росатома», как одной из самых закрытых компаний, постепенно уходит в прошлое. На официальном сайте Центра Атомархива началась публикация документов, из которых видно, как атомные технологии меняли страну и мир. Любой желающий может ознакомиться с анализом ресурсов по урану и радио времен войны или прочитать тактико-техническое задание на первую атомную бомбу. В открытом доступе также копии личных дел героев атомного проекта СССР. Эти виртуальные выставки будут постоянно дополняться и открывать широкой публике все больше информации, которая еще вчера хранилась под грифом «Секретно». С самого начала никто не подозревал, что атомные технологии найдут такое широкое применение. Первоначально была одна узкая конкретная задача – это создание ядерного оружия. Но впоследствии появились и атомные генерации, атомные станции, впоследствии появились атомные подводные лодки, атомный ледокольный флот. В Снежинске проходит всероссийская проектно-инженерная смена «Юниора Атомскилз». Ее участниками стали 170 школьников из наших атомных городов. Цель проекта – погрузить детей в мир инженерного мастерства по пяти разным лабораториям – инженерный дизайн-кат, прототипирование, веб-дизайн, электротехника и робототехника. Кстати, в августе в Екатеринбурге уже в седьмой раз прошел отраслевой чемпионат профессионального мастерства «Атомскилз-2022». В этом году соревнования собрали свыше полутора тысяч участников со всей страны. Все они боролись за победу по 39 профессиям. И вот итоги. Первое место по количеству золота забрала команда дивизиона «ЮОК». На втором месте – концерн «Росэнергоатом». Третье место по золоту у команды «АСЭ». Международный детский творческий проект «Нукитс-2022» «Росатома» представил мюзикл «Бест лайф-игра» в Москве. Там побывал мой коллега Александр Алешин. В Москве «Нукитовцы» показали четыре спектакля в театре «Эцетера» Александра Калягина. У проекта появились свои постоянные зрители и поклонники. Десятый сезон, на который я прихожу. И каждый раз я удивляюсь, потому что это всегда необычно, это всегда ярко. Уникальные совершенно дети в отрасли. Они такие таланты. За 17 дней – это готовые артисты. Это просто уникальный проект. Гастроли – очень важная и неотъемлемая часть любого театрального проекта. «Нукитовцы» в этом году показали свой спектакль в Санкт-Петербурге, Десногорске, Нижнем Новгороде и Москве. Не уезжай, кричит Москва, ай-яй-яй-яй. Не уезжай, не уезжай, не уезжай. Для многих это просто путешествие. А большинство, в принципе, никогда не бывало в таких вот реалиях. Кто-то вообще сидит безвылазно из детей в городе по разным причинам. Поэтому для них это просто приключение. Ребята я видел, им классно совершенно. Чемоданы, правда, автобусы 17 часов – это кошмар. Но они поют. Я была впервые в Питере и получила множество положительных эмоций и впечатлений. Санкт-Петербург мне очень понравился. Мы были в музее Фаберже. Там были безумно красивые экспонаты. В Десногорске мы были в музее администанции. Мы были на тренажере счета управления. Это было очень интересно. Мы понажимали кнопочки, немножечко поуправляли реактором. Гастроли, конечно, дело увлекательное, но немного хлопотное. Но нукидовцы гастроли любят. Мальки-стерлиди пополнили акваторию Дона. Программу по зарыблению пристанционных водоемов Ростовская АЭС реализует уже давно. Но стерлиди-атомщики выпускают впервые. Посмотрите, какие красавицы. Мы участвовали в ее рождении на Донском осетровом заводе. Там от икриньки до личинки она провела около двух суток. А потом перебралась сюда. Сюда – это Нарогожкинский рыбозавод в Азовском районе. Здесь царская рыба жила в поистине царских условиях. Вода обязательно проточная и насыщенная кислородом. Охрана от пернатых и четверолапых хищников круглосуточная. Еда по расписанию. Перед отправкой во взрослую жизнь малыши обязательно взвешивают. Мы выпускаем стерлидь навеской от полутора до двух и двух граммов. Этот вес является наиболее оптимальным для адаптации ее в естественной среде. Ну и, конечно, для наиболее лучшей выживаемости. В большое плавание уходит более 34 тысяч молодых особей. С этого момента человек помочь им больше не сможет. Сможет только навредить. Краснокнижная стерлидь, несмотря на строгие запреты, по-прежнему ценная добыча браконьеров. А кроме них еще и хищников. По статистике, среди выпущенных мальков до зрелого возраста доживет в лучшем случае каждый десятый. Мы занимаемся восполнением водных биоресурсов в устье реки Дон и Цемлянского водохранилища с 2015 года. За семь лет ихтиофауну региона силами Ростовской АЭС пополнили более 70 миллионов мальков рыб разных пород. Эти рыбомелиораторы имеют не только свою промысловую ценность, но и решают очень важные экологические задачи. Поедая водную растительность и сине-зеленые водоросли, эти рыбы значительно влияют на улучшение качества воды в акваториях. На этом с новостями все. Напоследок хотим напомнить о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Количество заболевших коронавирусом за последние несколько недель значительно выросло. Так, в июне в Росатоме болели около 100 человек. На прошлой неделе мы рассказывали уже о 700 новых случаях. А сейчас всего за неделю число заболевших достигло почти 1400 человек. Понятно, что все мы устали от коронавируса и ограничений, связанных с ним. Но все же пользуйтесь средствами дезинфекции, соблюдайте дистанцию, делайте прививки, берегите себя и своих близких.